С 1 января следующего года граждане имеют право не оплачивать услуги ЖКХ, но только в том случае, если их управляющая компания не зарегистрирована в системе ГИС ЖКХ, или информация на сайте противоречит той, которая появилась в квитках. В Череповце такая возможность может появиться у многих череповчан, поскольку работа местных коммунальщиков часто вызывает нарекания. А цифры в квитках – удивление. Такие цены, я не знаю, где и бывают, за отопление и за квартиру, четыре с лишним тысячи за двух комнат. У меня электричество нагорело, например, на 500, а мне приходит еще 207, а до Н, так что там, как-то, ну, платишь, платишь, то есть, приходится платить, то что. За техобслуживание берут, вот у нас 15 рублей с квадратного метра, 9 по 17, где по 16 рублей, где по 18 метров, везде разные. Система ГИС ЖКХ должна сделать работу всех управляющих компаний, товарищей собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов более прозрачной. У лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами, возникает обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ не позднее 1 июля 2016 года. Им необходимо обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях своей деятельности. Сейчас в системе ГИС ЖКХ зарегистрировано лишь 20% организаций, которые обслуживают многоквартирные дома. Это 66 управляющих компаний и 14 ТСЖ. Пока на сайте доступны только контакты компаний, но уже с нового года планируют открыть доступ к полной информации об их работе. В системе появятся данные о ценах выполненных работах, о заключенных договорах о содержании и ремонте общедомового имущества, о проведении собраний собственников домов и их результатах. Горожане смогут сверить свои квитанции с цифрами на сайте. Между тем, организация, особенно ЦСЖ, сейчас сталкивается с трудностями при регистрации в системе ГИС ЖКХ. Главная проблема – электронная подпись, она дорогая, а еще в сельской местности недостаточно компьютерной техники, а где-то и вовсе нет выхода в интернет. Правда, специалисты заверяют, что процедура регистрации не так уж и сложна. Инструкции подробные есть и в интернете, и в принципе при регистрации даются ссылки, понятные довольно-таки. В помощь, конечно, руководителю ТСЖ любого может прийти бухгалтер, который сдает эту отчетность и владеет этой программой и обменом данных. Электронная подпись есть практически у всех ТСЖ, поскольку они сдают отчетность в комитет соцзащиты. Поэтому необходимости в изготовлении другой подпись именно для портала госуслуг нет. Так или иначе, но у коммунальщиков остается все меньше времени, чтобы привести дела в порядок. В противном случае они могут лишиться не только денег жильцов, но и получить штраф до 30 тысяч рублей. Нина Ихлакова, Анатолий Холин, Егор Плюснин. Новости.